16 декабря министр финансов США Тимоти Гайтнер отстоял программу выкупа проблемных активов ТАРП стоимостью 700 миллиардов долларов США. Отчитываясь перед надзирательной комиссией Конгресса, он отметил, что инвестиции Министерства финансов в банковские и автомобильные секторы и сферу кредитования, а также поддержка американской международной группы будут продолжать приносить доход. По словам Гайтнера, меры по спасению страны от негативных последствий кризиса обойдутся правительству менее чем в 1% от ВВП США, что намного ниже, чем в период других кризисов. «Эти программы достигли своей цели в вопросе своей стоимости, что предрекали практически все наблюдатели 3, 6, даже 9 месяцев назад». Однако, по словам Гайтнера, проблемы последствий кризиса всё ещё актуальны. Экономические и финансовые системы США ещё не восстановились. Уровень безработицы по-прежнему составляет около 10%, а для малых предприятий существуют трудности в получении кредита. «Существующие финансовые программы правительства, включая программу ТАРП, не предназначенные для решения всех проблем и восполнения всех потерь, вызванных кризисом. Но эти программы сделали то, что должны были сделать – защитили американские активы, восстановили стабильность финансовой системы, которая была на грани краха, а также возобновили доступ к кредитованию и восстановили экономический рост». Гайтнер добавил, что рынок недвижимости также слаб, и Министерство финансов продолжает ипотечное финансирование таких компаний-гигантов, как Фенни Мэй и Фредди Мэк, с целью снизить цены в данной сфере.